Впрочем, трагедия в Одессе, разумеется, была не единственной темой сегодняшнего согласительного совета. Нардепы нарезали себе задачи на пленарную неделю. Решили ударными темпами все реформы принять. И при этом убеждали друг друга поторопиться и сплотиться. Спикер даже подсчитал почасовой парламентский КПД. О наполеоновских планах в здании под куполом в моем материале. Они месяцами не могли за это проголосовать, а тут решили утвердить стахановскими темпами за неделю. Все и практически сразу. И судебную реформу, и пенсионную. А если хватит духу и голосов, замахнуться даже на медицинскую. Одна беда, количество замечаний к документам зашкаливает. Только судебное чего стоит. Но спикер умело подсчитал, если продуктивность депутатов составит 100 правок в полчаса, шанс есть. Я очень рассчитываю, что в предправах этого неделя будут работать более активно. Можно не каждый правок поставить на подтверждение. Я рассчитываю, что мы сможем пройти и судовую, и пенсионную, и, возможно, даже начать медицинскую реформу. Это, в целом, больше 10 тысяч правок. Группа «Воля народа» закликает в Верховную Раду принять решение о продолжении пленальных заседаний, но вписывать в календарь дополнительные пленарные дни нардепы не собираются, а не спорить в Раде не получается. На каждый довод коалиции другие фракции находят контраргумент. Мы закликаем ответственно и ретельно поставить к каждой правке и в профессионном диалоге идти к консенсусу с этим законам. Не можно провалить финальное голосование, потому что мы законсервируем старую коронавирусную систему правосудия. Никто в мире не видел такого ноу-гау, что несколько кодексов одним гамузом реформуются и изменяются. И никуда никто не знает, через тысячи правок, что там остается в конечном результате. Этого поддерживать не можно. Мы будем до конца заставлять Верховную Раду работать над каждой правкой. То же касается и пенсионной реформы, и остальных. Этого тижня мы должны затвердить и пенсионную реформу, чтобы положение этого закона набрало чиновности с 1 жовтня этого года. И уже должно возникнуть подвищение пенсии. Это суттево на 10 лет подвищение трудового стажа для выхода на пенсию до 35 лет. Другое – сокращение коэффициенту нарахования пенсии с 1,35% до 1,1%, что для всех наступных пенсионеров на 35% уменьшить реально нарахование пенсии. И именно поэтому это не пенсийная реформа. Это большой обман. Будь-яка реформа, даже добрая, если она должна быть втелена в жизнь, она должна базоваться на працующей экономике и добре обговорение с суспільством. Этого в этих реформах нет. И остальное. Мы считаем, что правоохранные органы останним часом проводят абсолютно шаленный тиск на представителей реального сектора экономики. Я был рядом, что минулого тижня, человек, который пришел к мне, это польский бизнесмен, он выслал то, что турбует в Украине. Захистит меня, говорит, что каждый тиждень приходят правоохранные органы, маски-шоу, обшивки, вылечения документации. Помимо реформаторских дискуссий, нардепам на носу и бюджетная эпопея. Проект сметы уже на сайте Верховной Рады и фракции наперебой спешат указать к обмину, как и на что распределить козелные деньги. Екатерина Лысенко, Вадимир Самченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...